В многоквартирном доме, расположенном по адресу Грозненская улица, проезд 12, дом 16, на протяжении длительного времени существует проблема плохого состояния подвального помещения. По словам жильцов, при подходе к подъезду распространяется зловонный запах, и это далеко не единственный пункт в этом перечне. Подвал ужасно, летом невозможно сюда даже подойти. Воняет там очень сильно, сырость там, мусор там. Не знаю, кто туда ехал, ее кидает тоже, кто виноват в этом, тоже не знаем. И мусор вот сейчас стали вывозить, мусор тоже не вывозили отсюда. А вы как-то пожаловались или обращались? Лично я нет, я слышала, что жильцы пожаловались, но не знаю, продвижение какое, не знаю. У нас в подвале вода течет, потом это сыр съесть. Когда откроем, запах бывает. Как пояснили жители, в какую службу по данному вопросу следует обратиться, они не знают. На что полное разъяснение по этому поводу дал директор управляющей компании спецсервис-контроль Магомед Тажудинов, отметив, что все работы по благоустройству многоквартирного дома проводятся только на основании заключенного договора жильцов с данной организацией. Последнее так и осталось невыполненным. Также руководитель компании пояснил, по какой причине подвалы оказываются затопленными. Чуть ли не в каждой квартире у них в подвале стоят насосы. Все эти насосы, они незаконные. Мы приглашали представителей жильчайной инспекции с Махачкалы. И если разобраться так, они, наверное, не все через шутчик проходят. Это, во-первых, кража электричества идет. Во-вторых, она с перебоями подается туда вода. Несколько раз было затопление, потому что они вызвали частных людей, неквалифицированных слесарей. Подсоединили шланги на этом моменте, и она под давлением насосов выбивалась и несколько раз затопливалась из-за халатности самих жильцов. Далее Магомед Гасанович обратил внимание на то, что все необходимые ремонтные работы проводятся за счет средств самих жильцов. На любое обращение, которое поступает от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемые компанией спецсервис-контроль, специалисты реагируют своевременно в соответствии с пунктами, указанными в договоре. Как приватизировали по закону, что частный дом и квартира идут одинаково рассматриваться. И как на 50 квартир невозможно поделить подъезды, крышу и подвал, она идет общей домовой территории. Вот эта общая домовая территория ремонтируется за счет жильцов на сегодняшний день 4 рубля 30 век с квадратного метра. Такую работу можно делать, когда 194 тысячи долг за этим домом на 15-й год. Данная управляющая компания обслуживает большую часть многоквартирных домов в городе. В структуру работы входит налаживание работы отопительной, водопроводной и канализационной системы. Решение вопроса по поводу перебоев электроэнергии в квартире в компетенцию спецсервис-контроль не входит. Чтобы решить проблему данного многоквартирного дома, как отметили в управляющей компании, жильцы должны провести собрание, выбрать ответственное лицо, собрать коллективные подписи и на основании заявления заключить договор с компанией. Необходимые ремонтные работы начнутся только после того, как будет собрана необходимая для этого сумма.